Всем здравствуйте! Начинаем после матча пресс-конференцию по натреннику футболевого клуба Балтика Нидерская область Сергей Николаевич Нашевич. Сергей Николаевич, первая игра команды в премьер-лиге. Как ее цените? Прежде всего поздравляю Сочи с победой, тяжелая победа. Могу сказать, что у меня нет ни одной претензий к игрокам. Я считаю, что мы очень концентрированно и спокойно для дебюта в этой лиге играли, как в атаке, так и в обороне. Конечно, мы могли лучше действовать в эпизоде с первым пропущенным мячом, ну и в концовке. Но в целом, я считаю, что ребята провели хороший ровный матч и свои голы мы обязательно еще забьем. Могли, конечно, и сбивать сегодня тоже. Чуть-чуть мастерства нам не хватило завершающей стадии, но я думаю, что это все впереди. Уважаемые коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Сергей Николаевич, пару вопросов от пресс-службы футбольного клуба Балтика. Неплохая пятиминутка в начале первого тайма, но потом первая атака в исполнении хозяев обернулась ледяным душем. Насколько он парализовал команду по вашему мнению? Ну, он бы парализовал нас, если бы потом еще три получили. Тогда он нас парализовал бы, наверное. Так, наверное, он не парализовал. Вроде бы мы после пропущенного мяча неплохо играли. И несколько вопросов от издания «Ветарейтинг». Примерно треть всего первого тайма вы практически не выпускали сочи из их штрафной площади до свистка на перерыв. Довольны этим отрезком? Я доволен всей игрой. Достаточно ровный матч. Еще раз скажу, что в завершающей стадии нам чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не хватило мастерства. Но, в целом, ребята провели хороший матч. Удивило ли вас, что в гостях получилось таковеренно действовать против опытной команды? Нет, не удивило. Мы понимали, в какой футбол будет играть Сочи. Структура сохранилась с прошлого года. Понимали и знали зону, где мы должны будем в позиционной атаке свободно получать мячи. Мы получали. Понятно, тяжело ждать россыпи голевых моментов. В особенности, когда мы играем против соперников, которые играют пять защитников. Но, тем не менее, они были. Могли, конечно, выжить из тех голевых моментов забитые мячи. Тогда, наверное, другой футбол был бы. Другой результат. Дебютный матч для Роберто Фернандеса. Он выглядел активно. Насколько того ли действия новичка, как в целом, оцениваете комплектованность команды на данный момент? Ну, Роберто две недели не играл. Поэтому, чуть-чуть в конце он подустал. У него сводил ноги. В целом, мы до конца не понимали, сможет ли он сегодня на 90 минут сыграть или нет. Мы рискнули. Сделали пятую замену на 80-й минуте. Оставили его на поле. Чуть-чуть, наверное, не угадали. Хватило его на 80-85 минут в целом. Я думаю, что понятен его уровень. Без слова, он нас усилит. Он очень хороший тоже матч провел, в особенности первые 45 минут, а второму подустал. Я думаю, это тоже вопрос адаптации к лиге, к нашей стране. И в дальнейшем он, без слова, нам поможет. Он молодец. Также сегодня состоялся дебют Анжела Энрикиса. Как оценить его игру? Энрикис тоже приехал пять дней назад. Три недели не тренировался с командой. Поэтому, сегодня максимум, что могли дать, это 10-15 минут. Сейчас на Кубок получит уже он больше времени. Поэтому, будем надеяться, что наберут кондиции все ребята, которые нас усилили. — Спасибо, если бы, пожалуйста. — Добрый вечер. Сергей Астарков, МачТВ. Этот сезон начинается сразу с такого убойного календаря, когда в неделю два матча и чемпионаты Кубок. Насколько для вас это будет непривычный график? И готовы ли команды к таким нагрузкам? — Наша команда абсолютно готова к таким нагрузкам. Мы привыкли и к другому совершенно календарю ФНЛ. Когда через 2 на 3, через 3 на 4, через всю страну летали, ездили на поездах и на рейсовых самолетах. Поэтому нас таким календарем не удивить. Проблема, конечно, в том, что мы играем 6 из 8 матчей на выезде. Но надеюсь, что мы справимся с этим календарем. Дальше, соответственно, будет чуть-чуть полегче, потому что, наверное, больше домашних матчей будет ближе к осени. Поэтому, я думаю, что проблем не должно быть. — Если вопросов больше нет, большое спасибо.